Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалмам царя Давида, по имени Господи царя Давида и всю крутость его. И сегодня мы будем читать 45-й псалом, это небольшой псалом, он насчитывает 12 стихов. Надписание этого псалма по синодальному переводу начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов песнь. Значит, что означает вот этот инструмент Аламов? Здесь имеется в виду молодой, молодой, то есть юный. Это как бы название некого инструмента, под который пели тонким голосом. Скорее всего, это было сопрано, и вот это слово, оно перекликается словом «Алма», «Девица», как будто голос девицы. Под этот инструмент должен звучать тонкий, тонкая сопрано. И темы в этом псалме «Бог наше прибежище», а по этой причине никакие опасности нам не страшны, не могут нас устрашить. Об этом говорится во втором по четвертый стих. «Бог как река орошает Сион и ограждает его от врагов» — это 5-6. «Вот восстали народы, но Бог сокрушил и уничтожил их» — это 7-10. И призыв, чтобы помнили все народы, что Бог Иакова есть единственный истинный Бог. Это с 11 по 12 стих. Теперь мы посмотрим, какое надписание этого псалма будет на Септуагенте. Здесь будет надписание в конец, то есть в этом псалме есть какие-то пророчества, через сынов Кореевых, то есть через этих людей, о тайнах, то есть некие тут как бы духовные тайны имеются в виду, новозаветные тайны, относящиеся к последним временам, псалом. А по-еврейски дословно будет такое надписание управителю, то есть руководителю хора и оркестра для сынов Караха на молодом. То есть этот инструмент называется как бы юный молодой, потому что это под тонкое сопрано, этот инструмент, песнь. И начало самого этого псалма. «Бог нам прибежище и сила, помощник в тяжких скорбях, постигших нас». Действительно, только Господь есть наше прибежище и наша сила. И по-славянски сказано «зело» по толкованию Блаженного Феодорита. Это относится к скорбям. То есть имеется в виду, что Господь – это зелосильный помощник в скорбях наших, в переживаниях наших. «Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обречены зело». То есть здесь и помощь, она весьма велика. И откуда мы это берем? От того, что скорби, а не зело велики, значит и сама помощь должна быть зело велика. «Бог нам прибежище и сила». То есть в той мере, в какой какая-то опасность нам угрожает, в этой мере Господь проявляет свое заступничество за нас. «Посему не убоимся, когда будет трястись земля и горы, двинутся в середину морей». То есть буквально в сердце морей. С греческого – это как бы в сердце. И здесь говорится о каких-то катаклизмах, которые приведут в движение всю землю, будет трястись вся земля, горы сдвинутся с места своего основания, и все это низвергнется как бы в сердце морей, в середину. Но это можно понимать и аллегорически. Земля, которая трясется, человек – это и есть земля, ибо он создан из праха земного, то есть мир людей будет пребывать в страхе неких потрясений. А горы, которые двинутся с места и провалятся в глубину морей, – это великие земли, гордость которых будет сокрушена таким образом. «Шумели и вздымались воды их, тряслись горы от силы его». То есть все приходит в движение от силы могущества Бога. «Течение реки веселят город Божий, осветил селение свое Вышний». Здесь мы видим, что вот это течение реки, это течение как бы веселит весь город Божий, потому что и рай омывается реками, четыре реки, то есть четыре евангелиста, и град Божий, который здесь представляется, он тоже омывается некой рекою благодатной, и обитающие в городе Божьем, они радуются этому течению. Бог посреди его, то есть в городе Божьем, там, где его народ. А град Божий – это прежде всего церковь. Вот вспомним наименование работы блаженного Августина о городе Божьем. Эта большая его работа, она посвящена именно тому, что он рассказывает, как церковь противостоит, как град Божий, граду дьявола в этом мире. И какая брань идет между градом Божьим и градом дьявола. Бог посреди его, то есть града Божьего. И он не поколеблется, поможет ему Бог с раннего утра. С раннего утра, по-славянски утро, за утро. Пришли в смятение народы, склонились, то есть страх объял их, и Афанасий Великий дает толкование, склонились, потому что они побеждены, они побеждены Богом. Склонились царства Вышней, Вышней, Василий Великий, Феодорит, они как бы показывают, что Вышний соответствует Создателю, который превознесен над всем своим творением. Вышний дал глаз свой, и поколебалась земля, потому что Слово Божие – это могучее Слово, это не Слово человека, и когда Бог что-то изрекает, то Он приводит в движение все и вся. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Якова. Теперь мы посмотрим, как этот текст будет читаться с еврейского языка, с первого стиха по восьмой. Управителю для сынов Караха на молодом песнь. Бог для нас укрытие и мощь, помощь в вытеснениях, насущная очень, то есть помощь, без которой бы мы не устояли, то есть зело могучее. «Потому не страшимся, когда земля меняется, когда горы шатаются в сердце морей. Пусть клокочут, вздымаются воды его, сотрясаются горы от его величия. Потоки речные увеселять будут город Божий, святейший из обителей Всевышнего. Бог в нем, он не пошатнется, то есть этот град, а Бог поможет ему под утро. Утро — это начало нового дня, имеется в виду день незаходимый, день Божий, когда будет вечное царство Бога. Православная традиция называется восьмой день, как бы выходящий за пределы человеческой земной седмины. Племена заклокочут, царство пошатнуться, он, то есть Господь, издаст свой голос и стаит земля, и стаит. Господь воинств с нами, нам твердыня, Бог и Якова. И далее мы читаем уже по септуагенте, придите и увидите дела Божьи, чудеса, какие Он совершил на земле. Вот этот призыв, он, конечно, нуждается в комментарии, а в каком смысле мы можем прийти на конец истории мира и увидеть дела Божьи. Для этого они и описаны в библейском откровении, исследуя которые, мы как бы переносимся в те времена, которые еще только грядут. Как я часто объясняю, Библия предоставляет нам возможность увидеть всю картину от начала и до конца существования этого мира. Потому что мы рождаемся, кто-то родился в 60-х годах, кто-то в 70-х, кто-то в 80-х, и мы как бы не видим всей картины, мы проживаем там 50 лет, 60 лет, 70 и умираем. А вот исследование Библии предоставляет нам возможность увидеть всю картину происходящего от начала до конца. С чего начинается Библия? Вначале сотворил Бог небо и землю. А чем оканчивается Библия? Апокалипсис, где рассказывается подробно, чем все это окончится. Таким образом, Библия предоставляет и 60-нику, и 70-нику, и 80-нику, то есть когда бы человек не родился, когда бы он не вел активную часть своей жизни, увидеть всю картину от начала до конца, и определиться своим положением в истории. А вся история домостроительства нашего спасения, она связана со Христом, который является подлинным смыслом человеческой истории. Поэтому вот этот призыв «Придите и увидите дела Божии», которые относятся к последним временам, вот это надписание в конец, то есть это связано с последними временами. «Придите и увидите дела Божии, чудеса, какие Он совершил на земле». А здесь говорится как бы в прошлом времени о том, что произойдет в будущем. Это такое как бы пророческое решение. И давайте посмотрим, как это будет с еврейского. «Идите, узрите деяния Господа, кто производит опустошение на земле». Здесь производит, то есть настоящее время, здесь, значит, время прошлое, то есть это как бы уже было, а на самом деле говорится о том, что будет. Вот такое неопределенное время свидетельствует о том, что любое Божье пророчество, оно актуально и для того времени, когда оно произносится, и для тех времен, которые были до этого, и для тех времен, которые после этого. Вот это жизненность слова Божия, то, о чем сказано, что слово Божье живо и действенно, то есть оно всегда актуально, потому что это не слово человека. «Он прекратит брани до концов земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты огнем сожжет». То есть Господь прекратит все войны на этой земле. И дословно с еврейского будет так. «Прекращает войны до края земли, лук сокрушит и изрубит копье, колесницы сожжет огнем». То есть суды Божия, они будут совершаться над этим миром, который погряз в милитаризме. Поэтому сокрушены будут и орудия нападения, это лук, стрелы, и орудия защиты, щиты огнем сожжет. «Успокойтесь». Одиннадцатый стих начинается со слова «успокойтесь», а по-славянски это будет «упразднитесь и разумейте», то есть остановитесь и уразумейте, успокойтесь, то есть перестаньте действовать в этом направлении, думайте о Боге, успокойтесь и познайте, что «я есть Бог», то есть сейчас вы занимаетесь или вопросами нападения, или вопросами защиты, успокойтесь и познайте, что «я есть Бог», да буду превознесен в народах, превознесен в народах, то есть прославлены этими народами, буду превознесен на земле, дабы все обитающие на земле признали над собою власть Бога. И как бы резюме «Господь сил с нами, заступник наш Бог» Иакова. Вот этими словами оканчивается этот короткий, всего 12 стихов, но очень такой емкий псалом. Отцы церкви видели указание на то, что люди должны именно отлагать житейское попечение и возлагать надежду на Бога. Вот такое объяснение по поводу этого псалма мы находим у Афанасия Великого, у Василия Великого, у Зигабена и у Максима Исповедника. Субтитры создавал DimaTorzok